Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. Благодарность за спасение жизни честного неврачей состоялась в третьей городской больнице. Соблюдение правил безопасности на воде не лозунг о необходимости в Тереке накануне утонул подросток. По праву памяти на воинском кладбище в Макачкале прошел молодежный субботник. Почти 27 тысяч дагестанцев, потерявших работу с 1 марта, получают пособие. Об этом сообщает Минтруда Республики. По данным ведомства, размер пособий для тех, кто лишился работы во время пандемии, доходит до 12 130 рублей. Все, кому назначили пособия, получают их с марта по июнь включительно. Также в качестве меры поддержки этой категории граждан предусмотрены дополнительные выплаты на детей до 18 лет из расчета по 3 тысячи рублей на каждого, но только одному из родителей. Напомним, что в период с мая по июнь, по становлению правительства Российской Федерации, минимальный размер пособия по безработице был увеличен с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. В Республике в преддверии Дня медика уже начали поздравлять врачей. Так представители Министерства по национальной политике накануне чествовали работников Третьей городской больницы. Праздничная акция включала в себя награждение и концертную программу. В народе говорят, что Третья городская больница 12 мая открыли свои двери, тогда, когда было особенно трудно, когда система не позволяла оказать всем стационарную помощь. Это была огромная помощь для нашей республики. Поэтому я хочу выразить слова благодарности персонально руководителям больницы, нашему уважаемому шейху муфти в республике, потому что очень много было сделано силами муфтията, силами тех благодарных фондов, которые относятся к муфтияту. Отметим, что 12 мая городская клиническая больница номер 3 в Махачкале начала принимать пациентов, зараженных коронавирусом. Быстро переоборудовать больницу для новых задач удалось благодаря простому народу. В мессенджере WhatsApp инициативной группой был организован благотворительный сбор. За 5 дней удалось собрать более 3 миллионов рублей. Хочу выразить огромную благодарность Министерству национальной политики. Спасибо огромное, что вы к нам пришли сегодня. То, что вы нас не забыли, то, что вы признаете наши заслуги, это для нас огромная честь. Это для нас имеет очень-очень большое значение. И, естественно, я хочу поздравить наших замечательных медиков. В этом году, как никогда, мы оказались в сложной ситуации. Оказались медики всего Дагестана, и врачи, медсестры, санитарки, все те, кто пришли на помощь пациентам. На самом деле, огромная трагедия, не только в нашей республике, в России, во всем мире, то, что произошло, вот эта пандемия коронавируса, она затронула очень-очень многие семьи. Поэтому я хочу поздравить всех, пожелать, чтобы не было у нас больше такого никогда. Уфас Дагестана оштрафовал дагестанскую сетевую компанию на 80 миллионов рублей. По информации ведомства, в результате проверок выяснилось, что сетевая организация отключала электричество хозяйствующим субъектов без предварительного уведомления. В результате Уфас выписал штраф на 76 миллионов рублей и еще почти на 6 миллионов. ДСК оштрафовано за уклонение от технологического присоединения филиала главры БОД к электроэнергетическим сетям. В преддверии Дня памяти и скорби молодежь Махачкалы объединилась и провела уборку на воинском кладбище, где расположены мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны. Международный субботник по благоустройству аллеи боевой славы, памятных мест и воинских захоронений проходит сегодня по всей России, а также более чем в 20 странах. Цель акции – привлечь молодежь к уходу за воинскими мемориалами и изучению их истории. В начале апреля в рамках подготовки празднования к Дню Победы мы всегда проводили Всероссийский субботник. А в этом году к нам присоединились и зарубежные страны, поэтому Международный субботник проходит во всех субъектах, сегодня по благоустройству памятных мест. Акцию поддержали администрация Махачкалы, Министерство по делам молодежи, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, волонтеры Победы и другие. И, напомним, День памяти и скорби проходит ежегодно в день начала Великой Отечественной войны. В Кизляре спасатели и волонтеры продолжают поиски утонувшего подростка. Трагедия произошла накануне на реке Терек. 13-летний подросток купался вместе с друзьями, которым не удалось его спасти. На их глазах юноша ушел под воду. Поиски пока безуспешны и, по словам спасателей, осложняются тем, что вода в реке мутная с сильным течением. Снова в строю. С начала этой недели спортсмены Дагестана возобновили тренировки после вынужденной паузы. Спортзалы пока еще остаются закрытыми. Занятия проходят только на свежем воздухе. Мой коллега Курбан Рагимов посетил первые тренировки единоборцев и узнал, с каким настроем они подходят к своему любимому делу. Вместо привычного ринга песока, вместо спортзала городской пляж. Это первая тренировка после затяжной паузы. Боксеры успели соскучиться. Они впервые за свою карьеру были вынуждены уйти на двухмесячный перерыв. Когда рядом близкие, друзья, каждый мотивирует друг друга. И вместе работа бывает слаженной, четкой. И когда тренер рядом, совсем по-другому, чем отдельно дома тренируемся мы. Когда тренируешься не в ринге, отвыкаешь. Но, надеюсь, в скором времени зал откроется и мы сможем полноценно работать. Режим самоизоляции в буквальном смысле сыграл на руку чемпиону мира Муслиму Гаджи Магомедову. Он успел залечить травмы, а эту паузу старался провести с пользой. В горах провел много времени. Вечером тренировался, утром небольшую зарядку. И днем тоже работал с Джаматом. Нужные дела в селении, во благо села работал. И, в принципе, все прошло хорошо. Ну, карантин с пользой, да, провел? Да, давно дома так долго не находился. Вот, провел почти все время в горах. Сезон для боксеров оборвался неожиданно в марте на отборочном олимпийском турнире в Лондоне. Я настраивался на бой. И у меня должен был быть на следующий день бой с неплохим соперником в Франции. Настраивался и в этот же вечер, говорят, уже все, мы через несколько дней уезжаем домой. Все сравнение отменили. Это, конечно, было неожиданно и неприятно. Столько всего прошло, столько подготовки, столько сборов, столько сил, терпения потратили. Пандемия ударила по всем фронтам. В ближайшие три месяца соревнований не будет, поэтому грэпплеры пока тренируются только раз в день. Надо быть в тонусе и постепенно восстанавливать былые кондиции. Ты тренировался дома? Тренировался, делал физические нагрузки, функционально готовился, чтобы форму не терять полностью, чтобы в зале потом не уставать быстро. Вес набрал? Вес, да. Поднялся нормально. Теперь что нужно делать? Теперь нужно этот вес держать и уже на свой вес выступать. Готовиться на взрослых, набирать еще больше физическую форму. Так как я молодой, только перехожу. Пока занятия ограничены пробежками, турником и работой с резиной. Но душа тянется в зал. Организм требует полноценных тренировок, признаются спортсмены. Именно сейчас, проведя все эти два месяца карантина дома, было очень тяжело. Ощущалось какое-то непонятное состояние. Организму что-то не хватало. И я думаю, конечно, нам надо будет потихоньку останавливаться. Вот именно этими самыми пробежками и так далее готовить свой организм. Конечно, морской песок не заменит им борцовский ковер. Но наставники и здесь найдут, чем занять своих подопечных. Заслуженный тренер страны Анвар Магмед Гаджиев с первого взгляда определяет, кто и как провел время, находясь на самоизоляции. Чтобы наверстать упущенное, спортсменам придется, что называется, пахать. Причем в разы сильнее. Два с половиной месяца без ковра – это очень трудно. Но придется немножко наверстывать, если уже автономка лучше станет. Тяжело будет втягиваться. Но ребята, я думаю, что подтянутся будут, работать. Но другого выхода просто нет. Выбора нет. Снятие ограничений на занятия спортом в Дагестане будет поэтапным. Единоборцы понимают необходимость подобных мер и надеются, что скоро смогут вернуться к тренировкам в полном объеме. Что касается соревнований, здесь все зависит от ситуации в мире и решения международных федераций. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, Патимат Муртазалиева, телеканал ННТ, Махачкала. Это была последняя новость в этом выпуске. Удачных выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин